Здравствуйте, дорогие друзья, так красиво звучит наша тема, да, красиво, я люблю особую трофейню педаль давать, почему по нескольким причинам, например, для них, для ля, ну вот, буквально давайте сделаем таким образом, я немножко несколько слов скажу, а потом мы уже непосредственно все это будем разрядывать в том материале, который у нас сегодня есть, почему очень, на мой взгляд, важная тема, потому что, к сожалению, до педали, до настоящего, не всегда дело находит, особенно на начале этапа обучения, когда она вводит с самого начала, потому что, может быть, маленькие ритоны, это не достает, ну и поскольку много достаточно проблем всяких, действительно, которые надо решать, в педали, в музыкальных, разных, 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 что до педали, там, ну, какие-то общие моменты решают, потом в училище тоже, вроде как, там уже крупные сочинения, в общем, опять не успели, да, ну вот, а пришли в ВУЗ, уже давно все умеете, а, оказывается, такой большой кусок нашей музыки, наши колоссальные возможности, которые дают наши педали, мы, в общем, по-настоящему не используем. Что-то, ну, рекомендация просто, в любом случае, все, что мы делаем с инструментом, должно идти через слуховую потребность. На любом уровне. И даже на детском уровне ребенка мы все время тоже побуждаем услышать, вот, какую-то особенность, там, какого-то, не знаю, ухода, допустим, музыкального. Таким же образом мы стараемся увлечь ребенка разнообразным звучанием, которое дает нам педали. Тогда можно его начать учить уже более серьезным использованием педали. Значит, что я хочу сказать по поводу правой педали, прежде всего, для того, чтобы, собственно, понять, откуда возникают эти разные краски, как их использовать, любой человек должен, прежде всего, знать природу, как правой педали, так и веру. Почему я об этом говорю, достаточно банальные вещи, потому что я очень много раз общалась с, допустим, студентами Мерзляковского училища, это более чем профильное, да, училище, это уже совсем не дети, второй, третий курс, там, допустим, второй курс, они ко мне приходили на концерт-венцерское мастерство, мы начинали заниматься питанием. Изнялось, что человек, в общем, весьма жутно представляет, собственно, как она возникает, почему она формируется, вообще, что там происходит физически в инструменте. Вот. Когда, даже ребенку, это не так сложно объяснить и показать, тогда совершенно по-другому это все воспринимается. И что, конечно, нам это дает знание, это знание, допустим, начнем с правой педали, да, когда мы понимаем, что нажимая правую педаль, мы открываем наши струны, обнимаются все, выбирая, и вот в этот момент уже струны, которые, струна, которая, в принципе, уже там, сам по себе живой организм, да, струна постоянно колеблется, вибрирует, мы особенно, как бы, не слышим этих звуков, да, это конка очень успеется, но, тем не менее, это дает тот эффект, что, когда на вот этой вот уже звучащей, как бы, подушке, берется звук нами, то его объем, его темпорт совершенно другой. Конечно, лучше это слышно на рояле, безусловно, и поэтому, если есть возможность, даже с детьми, ну, может быть, не всегда, да, в период нашей действительности не всегда есть возможность заниматься в классах с роялями, пианино бывает, но, тем не менее, хотят как-то иногда попасть в инструменте, позаниматься на инструменте с роялями, показать ребенку, показать, как это все формируется, и дать ему послушать. Вот смотри, вот, на взгляде звук сухой, да, без педали, вот такой темпор, да, ты суховая послушаешься, ты динамика, попробуй. То есть это все на уровне сравнения. А дальше, давай при выложу на педаль, смотри, как меняется. То есть это слуховая потребность должна быть прежде всего. Что это мне дает на уровне понимания, на уровне знания? Ну, например, практически любое сочинение я рекомендую начинать с правой педали. Ну, по этому поводу можно такую шутку сказать, кто-то, наверное, уже эту маршруту услышал, кто меня не первый раз слушает, когда пианист выходит на сцену, выходит, в отличие от, допустим, духа или кастры, у них нет такой возможности ничего сыграть, да, там, кстати, на дуля, ну, на дуля, если ты, да, с солистом выходишь, а если с вокалистом, ну, хоть правую педаль взять, ну, такая шутка. Ну, на самом деле, процентом отношений той музыки, которую мы начинаем без педали и той музыки, которую мы начинаем на педали, наверное, процентов, я не знаю, 5-10 максимум, а то и, давай, скорее, 5, то и музыки, которая без педали, то есть это что-то стремительно вожвавшееся, быстрое, острое, может быть, да, вот, любые аккорды, любая какая-то разложенная конфигурация и, допустим, медленная музыка, обязательно начинаем с правой педали, вот, дальше, значит, очень интересный процесс работы и понимание, узнавание этой самой правой педали, от прямой, да, когда одновременно берется рука-нога, до запаздывающей, сильно запаздывающей, долго запаздывающей, то есть и скорость нажатия абсолютно меняется, в зависимости от музыки, в зависимости от того, что нужно, глубина нажатия, ну, это, как бы, более, может быть, известно, да, полная педаль, полупедаль, четверть педаль, и вот эта скорость, да, вот, она очень, очень интересно и дает эффект. Ну, то есть, мы можем сейчас что-то отпустить назад, вот, у нас, как раз, первая пьеса, мы будем насыщать, но она, как раз, беда, очень красивая, покаляющая, скажем, очень хорошо, вот, ну, тут вполне, конечно, еще есть немножко приоткрыть крышечку, будет более, такой, заметный эффект, я вообще стараюсь рекомендовать, тоже всегда, особенно, ну, конечно, в классе понятно, там, мы крышки не открываем, в принципе, а когда на любой сцене, даже, даже сочет, лучше, да, лучше, потому что мы просто боитесь, я в курсе, я в курсе, что такое играть с флейтой, на самом деле, тишина делается, все-таки, с ней отсутствием, крышки поднятые, а фальсами и ушами, ну, бывают ситуации, если очень, у нас много, если, ну, вот, очень громкий инструмент, если у меня гудящая акустика, бывают какие-то нюансы, но, в принципе, все-таки, стараться нужно немножко приоткрыть, и тогда просто слышнее, ну, вот, давайте мы, просто, чтобы чуть-чуть проиллюстрировать то, что я сейчас сказала, да, вот, мы берем, конечно, длинный стол, или, как часто у нас принято, мы его играем, и тут же мы берем этот педаль, да, но все равно, даже один звук, вот, разница, да, мы его взяли на педаль, и мы его взяли после педала, хорошо, совершенно, вот, другой потаки, он другой по объему, даже на одном звуке, я уж не говорю про акулы, вот, теперь вот этот момент, немножко, может быть, я сейчас покажу, вот, то, что я, например, люблю, это вот такая вот долгая, медленная педаль, она очень хороша в такой разной музыке, где красиво, надо мягко переходить из одной гармонии в другую, да, ну, вот так, например, у нас, допустим, вот такая педаль, даже совсем другая гармония, которая там, мы очень медленно, постепенно переходим, да, на эту педаль, даже если совсем жестко другая, то есть тоже разница, но как быстро мы изменили эту гармонию, она дает определенную красность, два ситуация, когда она может даже более остро, более резко там перейти, и тогда педаль будет быстрее, педаль будет более сильно очищенной, скажем так, но я не по-русски получила, да, вот, то есть, главное, что мы должны помнить про правую педаль, потому что правая педаль, это, естественно, соединение двух звуков, это огромное заблуждение, и огромная ошибка, когда детям вот это рассказывают, что тебе надо играть в гад и давать педаль, вот это ужасно, вот это ужасно, потому что гад вообще делается руками и ушами, и не другое, да, когда, сколько раз слышалось, причем люди профессиональные играют, берут педаль и считают, что это они играют в педаль, это стакан, хоть как-то очень, вот, а если они играют в педали, ну, легально, да, ну, будет легально, вот, следующий момент, который можно сказать про педаль, что, конечно, педаль зависит очень от стиля, в котором мы в данном конкретном случае живем и работаем, то есть и острота, даже самая глубина, и вообще количество, конечно, педалей, ну, понятно, это достаточно очевидно, если мы говорим, там, например, монтическая музыка, французская музыка, 19-20 века, там педалей будет больше, если мы говорим про музыку более ранней, там, даже бахли, 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 ну, я, например, не считаю, что на рояле нужно эту музыку принципиально играть только без педали, то есть, понятно, что она изначально написана не для рояля, но на клавесине нет никакой педали, но все же мне кажется, что как-то грамотно использовать, чуть-чуть подкрашивая, можно, но, конечно, недопустимо, допустим, когда типичный какой-нибудь аккомпанемент, там, какой-нибудь, там, пошли у него труборода, там, может быть, предполагающий вел да гамбу какую-нибудь, какое-то типичное сопровождение, там, сонатом, концептом, когда это начинается, когда у нас, в советских ночах, на пистоли, на этот аккомпанемент, и мы это еще сонатом, не обедаем, не обедаем, да, вот эти вещи, конечно, недопустимы, а как там, там, где-то, или там, где-то, или там, где-то, где-то, или там, чуть-чуть прямуху, тут почти, в общем-то, скорее прямая, да, да, вот, тоже зависит и от скорости, и от того, какая-то конкретная музыка, то есть, тут вот все надо соотносить друг с другом. Такие замечательные, опять, очень важный еще момент, когда мы говорим о переложении к оркестровой музыке, тоже и в разных стилях, если мы берем, вот, что для оркестровой музыки очень важно, в зависимости от того, какой мы инструмент пытаемся имитировать, тоже будет меняться наша педаль очень сильно. Ну, вот, например, такой метод извлечения, да, звуков струнных, как ПЦК. Вот сегодня, судя по той программе, которую я получила, у нас там будет как раз об этом разговор. Ну, вот, здесь вот бывает этот момент, ну, если это очень быстро, конечно, это красивое педаль, оно никак не будет усмотрено. Но когда, допустим, какой-то аккордовый, например, достаточно, но если совсем педаль, он бывает сухова. Опять, есть момент такой нюанс, который нужно учитывать, это акустика, там, где ты находишься. То есть, вот, может быть, я сейчас много раз как-то говорю, а вот так и вот это одновременно. Почему? Потому что мы должны уметь быстро ориентироваться. Вот такая мобильность концертмейстерская, это вообще одна из таких необходимых концертмейстеров, стараться учиться максимально быстро ориентироваться в той ситуации, в которой ты в данном случае находишься. И вот педаль тоже очень зависит от акустики, конечно. Когда мы в богатой акустике, то педаль будет немножко меньше. То есть, акустика нам будет создавать часть педалей, да, и на каких-то даже местах, где в сухом, достаточно сухой акустике прямо совершенно необходима эта педаль, те же, там, и цикаты, например, то в хорошей акустике акустика сама делает эту педаль немножко. Вот, тоже момент корректировки идет прежде всего от ушей, конечно. Дальше еще какой момент надо знать, слушать, например, вот, возвращаясь к оркестровым инструментам, да, например, если мы имитируем арфу, то тут мы без педали никак не обойдемся, потому что руками все-таки вот этот пиццикатный штрих мы должны стараться делать, там, мутипичный акустик элемент какой-нибудь, там, я не знаю, арик итальянский, ну, какой-либо, да. То есть, я пальцами играю пицциката, цепляюсь к нему, да, в словом прохваля, ну, конечно, я играю на педали, потому что арфа это какой-то уформируется. Ну, допустим, если брать фортепианный розовый, это все французские лиги, да, наверное, вы знаете, это лига, идущая от ноты в никуда, да, то есть это таким штрихом, не совсем пиццикатным, ну, таким, полустаккатным, да, какой-то, повисающей нотой. Иногда красиво, не только где-то, где это написано, но вообще красиво заканчивают какие-нибудь... Это последняя повисающая нота. Ну, в данном случае у меня от паса прошел аккорд на одной педали, но иногда бывает, когда там что-то как-то иначе, и просто вот эта, в принципе, французская лига, повисающая на правой педали. У них в основе про левую педаль, я скажу. Ну, как правая педаль не является средством соединения двух звуков, так левая педаль не является средством сыграть тихо. Опять же, левая педаль – это замечательная и исключительно красивая краска. Мы, конечно, технически используем... Опять же, мы знаем, как она образуется, почему действительно другой темп и глушенный темп возникает. Да, все помнят, молоточек бьет не по трём струнгу, а по двору. Значит, мы это всё тоже, как там выступаем в ролях педагога, все вместе педагогом, как педагог в любом уровне со своими студентами, мы обязательно должны понять, знаете, наш студент, собственно, специфику образования этой педали. И дальше вот это тихо образование её даёт нам вот эту краску, такой приглушённый немножко и ощущение звука через газовую посылочку, например. Да, там какой-то где-то он немножко более мягкий, да, какой-то тоже... Опять же, мы через слух, через слышу, мы сыграли, да, потом тоже самое абсолютно с тем же газовым сыграли. Да, и послушали, что поменялось. То есть, конечно, первый уровень, да, эффект, что просто тише, мы его используем часто, когда нам нужно сделать динамический контраст, например, действительно. Даже в классической музыке иногда. Там вот эта вот очень жёсткая гордопьяна, приучение паровок, в классике иногда даже это используем. Но при этом с тем же успехом мы категорически не используем, например, левую педаль, когда у нас где-нибудь в каком-нибудь верхнем регистре написано три пьяна, но нам нужен светлейший звук, чистейший какой-нибудь там, ангельский там какой-нибудь божественный по образу, по той музыке, которую мы исполняем. Если мы взяли вот левую педаль, он никогда не получится светлый, чистый такой вот. Ну просто это невозможно. Ну вот эти вещи должны очень даже знать и понимать, чтобы осознанно брать левую педаль. Когда-то я столкнулась с тем, что на концерте в декабрьских вечерах вот эти знаменитые концерты в зале Куртического музея, вы, конечно, все знаете, очень много приезжали в ансамбли с вокальной камерной музыкой. Полностью вечера песен Шуберта, песен Шумана, ну и смешанный немецкий лид. И вот эти пианисты, во-первых, они играют на полностью открытой крышке всегда. И левая нога работает практически как правая. То есть это левая педаль, на мой взгляд, на две, на три минуты совершенно... Это, конечно, здорово. Это очень красиво, это очень плохо. Спасибо. 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 Продолжение следует...